Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала! Я рада вас приветствовать! С вами Елена Василена. Сегодня я сделаю расклад, который называется «Шансы на победу» для наших фигуристок. Это Каминла Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Чербакова. И сейчас я посмотрю, что ожидать от этого соревнования, что ждет девушек. Так, первое, на кого я буду смотреть, это Камила Валиева. Итак, степень ее подготовленности, неожиданные препятствия и шанс на победу. Так, степень ее подготовленности. Конечно же, девушка оттачивает свое мастерство, в первую очередь. Она проявляет усердие, трудолюбие. У нее все идет по расписанию. Какие могут быть неожиданности, с которыми она может столкнуться во время соревнований? Здесь идет карта преодолевания препятствий. Здесь идут ограничения и преграды. Здесь идут какие-то претензии и идет критика. Я сейчас достану дополнительную карту. Что же там в дополнительной карте? Что же за неожиданные препятствия? Еще посмотрю. Во-первых, здесь может быть повышен эмоциональный фон. И знаете, у нее будут очень сильные соперницы. Да, и главное, чтобы не было падения. Чтобы она не допустила вот эту ошибку. Потому что здесь есть вот такой вот момент, даже можно сказать, какая-то как травма. Но какие же у нее есть шансы на победу? Посмотрим. Все шансы у нее на победу есть. Это и радость, это радость победы. Это результат, который она получит, она будет им удовлетворена. Я не могу сказать, что это будет прям вот золото-золото. Но во всяком случае, какое-то место призовое она займет. Ну, давайте я задам вопрос. Какое место призовое она может занять? Ну, у нее есть шанс даже быть, взять золото. У нее есть шанс взять золото. Ну, вот второе место это точно и обеспечено. Так, это что касалось Камиллы Валиевой. Так, теперь Алена Косторная. Алена Косторная. Степень ее подготовленности. Ой-х ты, я сразу перевернула карту. Дальше. Неожиданные препятствия. Ух ты, какая серьезная карта идет. И шанс на золото. Так, здесь что-то как-то не очень. Степень подготовленности. Я так поняла, у нее идет тренер. Мужчина. Это, конечно, весь упор идет на наставника. Здесь идет и упрямство, и контроль над ситуацией, и контроль над собой. Здесь есть, знаете, уверенность в себе. Все-таки она очень хорошо подготовлена. Что же касается, с какими неожиданностями она может столкнуться. Вот здесь может быть провал. Понимаете? Потому что здесь, во-первых, здесь идет прям какое-то испытание. И шансы на победу. Здесь идет карта покорность судьбе. Так, в чем же будет проблема все-таки? В чем будет проблема? Именно что за препятствие? Вот она может столкнуться с какими-то неожиданностями. Ей самое главное, знаете, здесь дело будет в скорости. Ей самое главное соблюдать вот эту вот скорость и свой темперамент. И все-таки, что у нее будет, что будет с шансом на победу? Но я могу так сказать, она займет то место, которое у нее уже было, которое она занимала когда-то. К сожалению, я не слежу за девочками, за их выступлениями. Но это может быть то призовое место, которое она уже занимала. Ну, вот у меня, во всяком случае, так идет информация. Ей самое главное, нужно держать скорость и, опять-таки, удержать вот это равновесие. Не упасть. и я так вижу по ее раскладу, она вообще очень скоростная такая девушка. Дальше. Дальше Александра Трусова. Александра Трусова. Степень подготовленности. Степень подготовленности. Интересно вообще. Так, подождем. Не ясно вообще почему-то у меня ситуация. Неожиданности. И шансы на золото. Так, мне нужно однозначно достать дополнительную карту. Сейчас я хочу посмотреть, в чем же, в конце концов, проблема. Потому что степень подготовленности у меня вообще карта скрыта информация. Так, я могу сказать, что идет какая-то конфликтная ситуация. Так, а почему? В чем дело? Идет какое-то как сопротивление. Идет какая-то как борьба. Как какая-то конфликтная ситуация. Да. Вы знаете, здесь, возможно, даже идет какая-то травма, может быть. Здесь какой-то этап. Идет, может быть, новый подход. Может быть, что-то... Потому что здесь идет карта трансформации. Здесь вообще какая-то, может быть, перестановка что-то. Ну, я могу сказать, что здесь задействованы какие-то материальные интересы. Что же касается по неожиданностям. У нее будет очень мощный противник. Опять-таки, который может ее обогнать. И вот как раз-таки, что касается по шансу, у нее есть шанс, она должна рисковать. Я сейчас еще посмотрю дополнительную карту. Она должна рисковать. вот, знаете, в последний момент ей может просто выпасть шанс. Вот, 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 выпасть шанс. Случайная удача, могу так сказать. Так, что же касается у нас Анна Щербакова. Что ее ожидает? Анна Щербакова. Степень подготовленности. Замечательная карта. Неожиданные препятствия. И шанс на золото. Ух ты! Вот, смотрите, степень ее подготовленности. Она ярко, эмоциональная. Она знает себе цену. Она знает силу своего обаяния, скорее всего, даже вот так вот. Но здесь больше такая, знаете, идет акцент на ее, именно, внешнюю привлекательность. Ну, скорее всего, сейчас посмотрю, дополнительная, что же мне еще скажет степень подготовленности. Конечно, это вообще идет, понимаете, она яркая, она эмоциональная, она темпераментная, она только, конечно, стремится к победе. Неожиданности, с которыми она может столкнуться, вы знаете, это нарушение баланса, нет стабильности, нет равновесия, какая-то идет, знаете, идет конфликт интересов. Опять-таки, достану дополнительную карту. конфликт интересов. Ох, как неожиданно. Вот, знаете, настолько все туманно. Могу сказать так, могут засудить девчонку, потому что вот просто какие-то интриги, какой-то обман идет. И по итогу, ну, знаете, здесь идет депрессия. Вот прям, вот знаете, эмоциональная упадок сил, переживания. Сейчас посмотрю, почему у меня так. Она будет в ожидании. В ожидании, но, возможно, следующего раза, следующего шанса двойственная ситуация. Но настолько все двойственно, ну, какое же она может место в конце концов занять. Почему-то прям карты очень тяжело открываются. Нет, я не вижу ее. Я вот, я не вижу того результата, на который она нацелена. Нет. Я вижу, что девчонку засудят. Просто за ее красоту, за ее внешность, за ее талант. И она, знаете, как сказать, будет в ожидании следующего раза. У меня выходит так по раскладу. Я бы очень была бы рада, чтобы были совершенно другие карты. Но я ее вообще здесь вижу как жертвой вот этих вот обстоятельств. Я не вижу, чтобы судьи были, знаете, как сказать, объективны и беспристрастны. Здесь все-таки идет какая-то вот, ну, не какая-то, здесь идет политика. Понимаете? И свои какие-то интересы. Испытания девчонкам, конечно, много. Прям потому что конфликт идет интересов. Девочки подготовлены очень хорошо. то, что я вижу по раскладу. Дальше можно рассчитывать только на объективность судей, чего я не вижу. Но и у них будут мощные мощные конкурентки. Если вам есть что-то добавить к моему раскладу, пишите, пожалуйста, свои комментарии. Берегите себя. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...